Всем привет! Сейчас пришли с занятий. Девчонки были на занятии, зашли в тендарь, купили маленький арбузик. Этот арбузик вышел нам на 646 тенге. 124 тенге километра стоит. Вот и сейчас еще покажу, что мы купили. Сегодня собираюсь готовить борщ, поэтому я взяла вот такую вот грудинку. На две части ее разделю на два раза, на 1000 тенге. И вот такую вот голень говяжья на косточке. Вот тоже с нее сварю супчик. Эта косточка, она дает очень хороший навар. И грудинка тоже дает хороший навар. Так, бананов взяли. Майонез у нас закончился. Кефир. Сейчас уже руку самое то. Вот таких вот сырочков взяли, детские сырнички. Так, салфетки. Две шоколадки. Сейчас у нас Регинка приучается спать отдельно от меня. В общем, самостоятельно засыпает. Поэтому мы ее немного балуем, чтобы она спала у нас самостоятельно. Так и риски побаловаться кормом. И я на кукурузу. Кукуруза у нас та еще. Качество, конечно, стоит желать лучшего. Я выбрала из того, что было. Более-менее. Вот такая вот она, в принципе. Но там была прям такая уже подсохшая. Я вот выбрала 4 штучки. Сейчас будем варить и кушать. Попробую. У нас кукуруза стоит 920 тенге за килограмм. Но здесь 4 штуки на 799 тенге вышло. А, еще и лимонад взяли. Вот. Это было. Мы не покупали. И всего вышло 7500 по чеку. В общем, вот такие вот покупочки. Сейчас буду ставить, готовить борщик. Я буду очищать всю вот эту вот ботву. Я не люблю с ботвой готовить, хотя советую вот эту штуку тоже оставлять, как-то с ней варить. Мне не очень нравится, если честно. Поэтому я просто ее чищу, споласкиваю. Пусть вот так нагладывать и складывать. Эту кукурузу люблю. В детстве у нас было поле, где росла кукуруза. Мы куда всем двором ходили, собирали кукурузу бесплатно. Мешками. Потом ее варили, ели. Я даже умудрялась ее и продавать, представляете? У меня какой-то химический бизнес. Кукуруза. Сейчас чего-то не сажают эти поля кукурузы. Ну, может, где-нибудь и сажают, просто мы их об этом не знаем. Где-то очень далеко, чтобы на ней не воровали. А сейчас там, где кукуруза росла раньше, старый аэропорт по-выназвался. Называется сейчас район. По старому аэропорту, по-моему, было поле. У нас там все застроили частными домами. Там ничего не растет. Вот так получилось, Соня. Вот такой вот арбуз в Улкендаре продается. Сперелки. Включай камеру. Пикер. А еще мы решили сварить... Еще мы решили сварить с Надей. С Надей. С Силетчик. Посмотрите, какой у нас спелый арбуз. Я показываю им, что он спелый арбуз. Тут мясо у нас, сколько пену, надо снимать. А тут у нас варится кукуруза. Кукуруза! Два равнина. Показывай. Так, у нас уже вечер. В общем, попробовали мы кукурузу. Кукуруза одна, наверное, попалась нормальная. Остальные все какие-то были отвратительные на вкус. Кукуруза, как будто они где-то полежали и немного заплеснили. Поэтому, я говорю, у нас кукуруза встает желать лучшего по качеству. Не знаю, может, нам такая попалась. Но мы покупали в Улкендаре. В общем, арбуз понравился. Арбуз прям спелый, классный, сладкий. Мы его прям только так замяли. Он то, что еще маленький и удобным. Даже я его могла домой принести. И порадовало то, что он был все-таки такой спелый. У меня загар немножко сошел, краснота. Но, конечно же, спать было очень-очень тяжело. Все болело. И спина, и здесь, и плечи. И вообще все болело. Невыносимо просто. И меня спасало масло «Ушастый нянь» детское, которое я покупала когда-то для Орегины. Ну, оно такое для сухой кожи. Больше как увлажняющий такой. Снимает всякие раздражения. Вот он мне прям помог. И еще я так и еще практически, ну, выздоровела, но не до конца. У меня болит горло такое осипшее. Если я долго разговариваю, у меня вообще голос пропадает. И я лечусь как. Так, я вчера взяла 50 грамм, выпила. И, получается, мне прям все прогрело, аж до самого уха достало. И я выпиваю 50 грамм не то, что у нас в магазине продают, а у нас, в общем, есть знакомый, который занимается этим. Ну, как занимается, в общем. В общем, ему кто-то дал, в общем, а он с нами поделился. Вот так вот. Он не занимается этим. Вот. И у нас, получается, есть такое средство спиртовое, которое экологически чистое, так сказать, без всяких примесей. И оно реально помогает. Уже не первый раз, когда я заболеваю, я вообще никакие таблетки не пью. Единственное, что вначале инголиптом брызгаем. И постилки Доктор Мом, еще в крайнем случае. Но в этот раз вообще ничего. Только инголиптом брызгала горло. Пару раз. Вчера сильно у меня горло заложило. Прям вообще невозможно. Выпила. Все прям прогрела. Один глоточек прям вот. Прям чуть-чуточку. И так все продрало, прогорело. Прям вот до уха, говорю же. И сегодня прям намного лучше стало. Вот вообще я не любитель, конечно, всего этого дела. Но ради того, чтобы все это быстренько продезинфицировалось, так сказать, и убило все микробы, прошло все это инфекционные, вот эти вот всякие штуки там, процессы. Ради этого я, конечно же, пожертвовала 50 граммами. В общем, ладно. Муж у меня уехал на рыбалку. Так что сегодня мы будем ночевать одни с девчонками. Не знаю, что он поймает. Надеюсь, что поймает. Я вам покажу. Снимать он, наверное, ничего не будет, как обычно. Его не заставишь. Он не любитель такого. Он поехал с компанией. В общем, отдохнут, посидят. И должны будут завтра вернуться. Так что будем ждать его с уловом. Все, с вами хочу попрощаться. Буду почаще снимать влоги. Напишите, ждете ли вы моих влогов часто. Хотели бы вы больше одного видео в день. Так что я смотрю, некоторые снимают одно и два видео в день. Если я буду так же работать на ютубе, как вы это оцените. Мне интересно. Интересны вам мои влоги. Будете ли вы смотреть больше одного видео в день. Вот. Ну, я хочу снимать. И вообще я подумываю купить айфон и снимать на айфон. Потому что айфон всегда с тобой. Всегда вот под рукой. Берешь, включаешь, снимаешь. Ты видишь себя в телефоне. Что ты снимаешь. Как ты выглядишь. Вот. А в камере все-таки эта экшн-камера. Она больше подходит для такого экшена. Знаете. Что-то в движении. Что-то такое. Куда-то ее прицепить. Вот. А в влоге вот интересно вот так вот, мне кажется. Все-таки снимать. Когда видишь, что ты делаешь. Что ты снимаешь. Ну, по крайней мере, я сколько снимаю на Sony X3000. И вот эту вот экшн-камеру. Я не совсем привыкла, честно сказать, к ней. Потому что я не вижу, что я снимаю. Получается, я как бы вслепую снимаю. А я такой человек, что я люблю иногда креативить. Какие-то вставлять кадры. Такие, когда надо видеть, что ты снимаешь. Чтобы было красиво. Вот. Поэтому мне нужна или камера, в которой я буду видеть. Или же телефон с хорошим качеством. Где я буду, соответственно, видеть, что я снимаю. Все. Всем до завтра. И всем пока-пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok